МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Александр Мажеванов. Учебный год уже подходит к концу, и сегодня мы поговорим об образовательном процессе в Бугучанском районе. И у нас в гостях начальник управления образования Нина Александровна Копленко. Здравствуйте, Нина Александровна! Добрый день! Нина Александровна, первый вопрос такой у нас. В 2017 году во всех образовательных учреждениях района проводилась оценка качества. Для чего она проводилась и каковы ее итоги? Незамесимая оценка качества образовательной деятельности действительно проводилась во всех образовательных учреждениях, включая школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Проводилась она по поручению президента Российской Федерации. Что является отличительной чертой независимой оценки качества образования именно для отрасли образования, это то, что она проводится в два вида. Если первый вид характерен и для культуры, и для здравоохранения, и для социальной защиты, это тогда, когда мы говорим об условиях предоставления услуги. Второй вид касается сферы образования, это мы говорим о качестве подготовки обучающихся. Ну и естественно, каждый родитель, то есть каждый заинтересован в том, чтобы знать, что собой представляет образовательное учреждение, что собой представляют те услуги, которые предоставляет данное образовательное учреждение. Я сразу же отмечу, что независимая оценка качества образования, она не дает повода считать, лишить лицензии образовательного учреждения, либо аккредитации, либо делать какие-то выводы. Это всего лишь оценка? Да, это всего лишь оценка. И вот в анкетировании у нас оператором была определена автономная некоммерческая организация Красноярская. В анкетировании участвовали родители, учащиеся и воспитанники. Вот по каким критериям оценивалось образовательное учреждение? Ну это детские сады, учреждения, доп. образования и соответственно тоже школы. Ну, во-первых, комфортные условия. Далее, как реализуется образовательная программа. Вежливость, порядочность, отношение учителей к ученикам. Вот такие вот вопросы были в анкете. Дальше эти анкеты, они все собирались вот этой организацией, обрабатывались и уже сводный материал отправлялся во все образовательные учреждения. Еще бы хотелось сразу же сказать, что вся информация, в принципе, об образовательных учреждениях, если мы говорим об открытости и доступности, она должна быть размещена на сайте образовательного учреждения. Ну вот в ходе как раз независимой оценки качества образования как-то вот выявились те проблемные места, которые обозначили, видимо, родители, потребители вот этих вот услуг. Сегодня вот вся информация по всем образовательным учреждениям, она размещена на сайте, это можно посмотреть, сайт bus.gov.ru. То есть это посмотреть, над чем мы сегодня работаем первое. То есть мы провели семинар после этого с представителями этой организации. Все школы сегодня заканчивают, а некоторые уже это сделали, составлять планы по улучшению предоставления качества образовательных услуг. Но еще бы я отметила, что у нас не последнюю роль тоже играет, вот когда мы говорим о независимой оценке качества образования, играет общественный совет. То есть вот при управлении образованием, ну, наверное, как и при всех учреждениях, он тоже создан. И вот занимался рассмотрением тех результатов, которые были получены. Ну и все-таки, какие самые основные проблемы были выявлены в ходе вопросов? Вы знаете, там по всем позициям были разные проблемы. Ну, допустим, когда я просматривала сводную по учреждениям дополнительного образования, школам и детским садам, ну вот спектр такой вот разбег разный. То есть определена средняя составляющая. Ну, например, вот у меня вызвало некоторое недоразумение, допустим, что вот все предоставляемые услуги, ну, допустим, в частности, в Белякинском детском саду и школе удовлетворяются, определяют потребителей. Может быть, может быть, какое-то некое несоответствие. Вот возникают такие вот вопросы. Но опять-таки, вот говоря о комфортности условий, было отмечено, допустим, вот Пенчуцкая школа, она вышла как бы на первое место. Там действительно сегодня созданы все условия. Первая школа тоже там стоит в числе лидеров. Ну, вот есть объективность оценки, ну, а некоторые, я бы сказала, да, субъективные оценки. Да, конечно, это же на основе анкетирования делается. И родители, либо также воспитанник имеет право на субъективное мнение. В общем-то, я думаю, что сегодня руководители все равно задумались над теми услугами, что предоставляют, как идет реализация образовательной программы. Потому что сегодня заказчики родители, ведь что еще дает независимая оценка качества образования? То есть, это она как бы показывает образовательное учреждение и предъявляет им, как конкурентоспособное учреждение в данном случае, или неконкурентоспособное. Удовлетворяет услуги, которые предоставляет эта школа родители или нет. Ну, и также детский сад. Ну, и как вы считаете, вопросов много, но решаемо ли? Я думаю, что все решаемо, если изучить реальную эту картину и поработать, действительно составить план по улучшению, по корректировке, прописать эти мероприятия, то, естественно, качество предоставляемых услуг возрастет. Ну, и, насколько я знаю, проходили уже родительские собрания и уже обсуждали именно с попечительским советом и с общественным советом эту тему. Ну, составят план, хорошо, да, покажут план, не отложат ли его в долги. Вы понимаете, то есть, сегодня они его не могут, наверное, отложить в долгий ящик, потому что, если вот сегодня независимая оценка качества образования, она должна проходить не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года. То есть, через три года образовательное учреждение, оно вернется все равно к этому. И по рейтингу среди других образовательных учреждений себя увидят, есть какие-то подвижки, изменения или их нет. То есть, в долгий ящик, на мой взгляд, это не уйдет. Ну, и потом мы сегодня с этими планами тоже работаем, у нас специалисты, будем контролировать и осуществлять тоже деятельность по контролю. Понятно, спасибо. Давайте перейдем к единому государственному экзамену. Ученики уже начинают готовиться. И вот как вы считаете, чему нужно уделить особое внимание, как готовиться к экзаменам? Как готовиться к экзаменам? Ну, вот на мой взгляд, первое, наверное, это очень ответственное, конечно, мероприятие, такое, наверное, первое будет испытание для выпускников. Надо подойти просто к этому ответственно. Вот на русский авось надеяться не надо. Ну, наверное, если ты выбрал экзамены, у нас есть обязательные, да, математика и русский язык. Если выбираешь предметы какие-то по выбору, нужно хотя бы посмотреть изначально, когда ты будешь сдавать эти экзамены. Далее, наверное, посмотреть и по тесту, которые, ну, кима, контрольно-замерительные материалы, с ними работают сегодня у нашего учителя. Достаточно хорошо уже, большой опыт накоплен, я бы сказал, во всех образовательных учреждениях. И к этому надо отнестись ответственно. Наверное, должна быть еще и мотивация, для чего тебе нужно эти предметы сдавать. Ты собираешься поступать в какие-то вузы, ну, в несколько, наверняка будете в высших учебных заведениях, сдавать результаты единого государственного экзамена. Вот это понимание, мотивация, оно, наверное, подвергнет к ответственному отношению при подготовке. Ну, а то, что не нужно, вот, получил ким сразу хвататься вот за все и пробовать решить все, наверное, нужно сначала с ним ознакомиться, прочитать, выбрать те задания, которые вот наиболее подъемны для тебя. Ну, это все решается в ходе тренировки, а потом прийти к более сложным. Ну, и не забывать, что при подготовке к экзаменам отключать все телефоны, отключать телевизор, то есть сосредоточиться именно на подготовке к экзаменам и вот, ну, никак не отвлекаться. Ну, а в последний день, наверное, перед экзаменом стоит отдохнуть, хорошо выспаться. Некоторые советуют сильно не наедаться даже перед экзаменом. Вот, и тогда удача будет сопутствовать. Ну, ученик может проверить свое какое-то знание на пробном едином государственном экзамене. Уже проводились пробные экзамены. Вот можно ли по результатам пробного экзамена судить, какие итоги это будут в конце учебного года у ребят? Вы знаете, он, наверное, потому и называется пробный, что он пробный экзамен. И на итоге, который будет в конце учебного года, он никак не влияет. Это лишь такой, ну, небольшой, что ли, есть толчок. Еще раз проверить свои знания и для ученика, и для учителя определить эти проблемные места, и как-то выстроить дальше траекторию работы с данным учеником, либо траекторию работы вообще по предмету при подготовке ребят к сдаче ИГ. Какие чаще всего ошибки совершают ученики на экзаменах? Вот придя вот на экзамен, что можно сделать не так? Что сделать не так? Ну, во-первых, если ребята уже психологически к этому подготовлены, это психологические барьеры нужно тоже преодолеть, чтобы не растеряться и сосредоточиться. Но я хочу сказать, что, в общем-то, уже сложилась определенная практика работы у нас в районе, и в целом в крае по подготовке ребят. Ну, вот последний год ребята как-то, в общем-то, у нас не было замечаний, когда ребята уже находились в аудитории. Они знают, что нужно оставить все телефоны, не нужно заносить никакие шпаргалки, нужно просто сосредоточиться и думать над заданием, чтобы его выполнить. То есть таких ошибок вот каких-то, вот именно по незнанию, может быть, не... Нет, у нас, да, я думаю, что сегодня во всех школах достаточно большая работа проведена по работе с кимами. Поэтому они видят их не первый раз, они знают, что с ними нужно делать, как работать. В Бугучанской школе номер один прошло что-то вроде пробного экзамена для родителей. Вот как вы считаете, поняли ли родители теперь уже новые технологии, такие образовательные процессы? Родители, да, вот прошел единый день как бы сдачи для родителей, и родители были вот после этого экзамена, можно сказать, в некотором замешательстве. Когда я беседовала, говорили, вы знаете, я теперь вообще как-то напугана, как мой ребенок будет сдавать экзамен. То есть они побывали вот в той атмосфере, в которой находятся дети. Но дети к этому готовятся. Родители, конечно, не были готовы. И может где-то им психологически было сложно. И при выполнении заданий. И может быть их настораживало то, что вот как они заходили, как их осматривали, что требовали с них паспорта. Вот это для них, вот они психологически были не готовы. Но и была цель такая, чтобы они вот побывали в той атмосфере, в которой находятся наши выпускники. Но вот было неоднозначное такое для родителей состояние после, когда мы с ними беседовали, когда они побывали. Ну, я думаю, что родители, наверное, со стороны своего опыта помогут потом ребятам тоже так же. Конечно. Тут главная поддержка. Поддержка, да. И вот такая вот, наверное, играет большую роль такая психологическая составляющая. Как выпускники написали обязательное сочинение? Сочинение, да. Ну, у нас в декабре писали сочинение. В принципе, ну, практически, так скажем, все написали. Буду озвучивать цифры там, какие у нас были проблемные места. Потому что сочинение является, как бы, первой ступенькой допуска к единым государственным экзаменам. Вот я и об этом-то что. То есть, ну, эту ступень прошли и допущены ученики? Или все-таки есть... Ну, были, которые там еще делали повтор. Уже сейчас начался набор первоклассников. К школе ребенка нужно готовить заранее. Скажите, что можно порекомендовать родителям, у которых в следующем году дети будут в школу? Ну, я хотела бы сказать, что у нас приказом управления образованием определен порядок приема детей в первый класс. Это в декабре у нас этот приказ издан. А в январе подписано постановление администрации Бугучанского района о закреплении территории за образовательными учреждениями. С 1 февраля по 30 июня идет прием заявлений от родителей, которые находятся на территории данного образовательного учреждения. А уже с 1 июля по 5, не позднее 5 сентября, это могут подавать заявления те дети, которые не проживают на данной территории, которая закреплена за данным образовательным учреждением. Ну, есть некий такой бум 1 февраля. Ну, в частности, во второй школе, когда 7 февраля там уже не было мест. Хотя заблаговременно школа тоже на сайте выставляет. Сколько имеется свободных мест. Ну, то есть вот эта такая ситуация тоже мониторится. Но, естественно, все дети, ну, такая проблема выявлена в основном Бугучана. Все дети пойдут в первый класс, никто не останется дома. Это однозначно. Поэтому мы даем и направление в другие образовательные учреждения. Поэтому что можно посоветовать родителям, дети которых идут в первый класс? Ну, во-первых, я так думаю, что в первую очередь нужно понимать, разводить два понятия. Пойду в школу, хочу пойти в школу и хочу учиться. Вот это два разных понятия. И вот хочу, когда вот учиться, наверное, да, здесь вот нужно объяснять ребенку, зачем он пойдет в школу. Рассказывать о школе. Ну, хорошее рассказывать о школе. Рассказывать хорошее об учителях. О тех ребятах, которые обучаются в данной школе, если родители их знают. То есть тоже мотивировать ребенка только на хорошее. Чтобы не было отторжения, там, боюсь идти в школу, что меня там будут обижать. Или что там такие учителя плохие. Иногда же дома говорят об учителях, может, где-то не совсем корректно высказываются. Вот если ребенок будет мотивирован на все это хорошее, у него возникнет желание учиться. Возможно, ну, я бы, наверное, посоветовала, что когда начинают приобретать ребенку портфель, канцелярские товары, привлечь к этому тоже ребенка. Чтобы он сам выбирал для себя все то, что ему нужно. Наверное, нужно приучать уже ребенка к режиму определенному. Встать, убрать постель, умыться, чтобы он, обозначим ему время, когда он уже будет собираться идти в школу. Это очень важно. Ну, наверное, еще, это как бы мы говорим, как подготовка головы, да, к поступлению в первый класс. Нужно еще и подготовить тело. То есть, вот наступят каникулы, было бы, конечно, здорово, чтобы летом дети хорошо отдохнули. Потому что тот иммунитет, который у них выработался в детском саду и в школе, он будет несколько отличаться. И они должны, наверное, полноценно питаться в этот момент. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, родителям стоит сводить своевременно ребенка в больницу, проконсультироваться с врачом. Есть же обязательный медосмотр, получается. Да, но может еще какие-то, понимаете, есть какие-то скрытые проблемы у ребенка, и, наверное, необходима будет консультация специалиста. И чтобы вот эту консультацию нужно получить заранее, чтобы когда уже придет ребенок в школу, скорректировать именно обучение ребенка по этим рекомендациям. Сейчас есть такая практика малышковых школ, которая проводится специально для ребят, которые готовят их психологически. Как вы относитесь к таким вот школам? Наверное, вот эти малышковые школы, они в основном, ну так скажем, начинают функционировать где-то в августе, да, наверное, чтобы подсобрать детей, как-то их более дисциплинировать, как-то, ну, показать им эти же самые парты, чтобы они поддержали ручку, чтобы они побывали в несколько другой атмосфере. Детский сад – это детский сад. Они пришли, даже школу посмотрели. А здесь они, может быть, такая будет небольшая роль их в роли ученика. Вот они сядут за парты. Ну, я вот отношусь к этому положительно. То есть лучше прийти, потому что это же не обязательно, но все-таки для ребенка это лучше прийти, да? Конечно, конечно. Понятно. Вот все-таки есть учебный процесс, но есть еще и летний отдых детей. У нас длинные каникулы. И как организован будет летний отдых в этом году? Летний отдых, вот летняя оздоровительная кампания 2018 года, в принципе, можно сказать, она у нас началась с декабря. И, в общем-то, наверное, вообще летняя кампания, она беспрерывна. В декабре мы подали документы на конкурс Министерства образования. Это на улучшение материально-технической базы нашего детского здравительного лагеря «Березка» по трем направлениям. Это модульный медкабинет, модульный корпус и спортивная площадка. Но пока результаты официально еще не объявили, не знаю, каков будет исход. Поэтому традиционно 160 человек так или иначе у нас будут отдыхать в нашем детском оздоровительном лагере «Березка». Ну, соответственно, в июне месяце у нас проходят учебно-полевые сборы. В прошлом году у нас их было, десятиклассников достаточно много, 170 человек. Ну, вот в пределах 160 человек тоже десятиклассники будут на учебно-полевых сборах. Управление образования, как бы, определено распоряжением администрации Тушебогучанского района, является координатором организации летней кампании. Вот вся информация по детям, где кто отдыхает, оздоравливается, трудоустроен, она вот стекается к нам. И мы уже ее, как бы, всю мониторим, где кто у нас находится, где сколько человек оздоровлено, сколько отдыхает, сколько занято, сколько трудоустроено. Ну, наверное, я не думаю, что какие-то у нас, возможно, появятся сильно новые формы по организации летней занятости. Это будут традиционно сплавы, работа ребят по благоустройству поселка, в лесничестве, индивидуальное трудоустройство. Ну, скаут нас обычно выезжают вот на озеро Байкал. Но, вот, в целом, наша самая главная задача, это сохранить те принципы по организации летней кампании, которые у нас, перед нами стоят из года в год. То есть, не потерять позиции 2017 года. То есть, вот, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей должно быть у нас не менее 90%. Вот такая перед нами стоит задача, и мы, как бы, будем стремиться к ее выполнению. На базе общеобразовательных учреждений у нас традиционно будут работать 23 лагеря с дневным пребыванием детей. Охват детей будет точно такой же, как в прошлом году, 1656 человек. Но у нас в этом году несколько там изменились требования Роспотребнадзора к нам. Но будем тоже, будем работать в этом тоже направлении. Понятно. Вы сказали, что в детском лагере Березка отдыхло 160 детей. Это только в одну смену, правильно? В одну смену. У нас одна смена. Вот. 160 мест, получается, детей намного-намного больше. Больше тысячи желающих попасть, наверное, в Березку. Вообще, каков критерий для ребенка, чтобы он попал именно в детский лагерь Березка? Вы знаете, Александр, я вот уже, как бы, сама тоже долгое время занималась вот в организации летней кампании. Ну и в частности, тоже набором детей в детский оздоровительный лагерь Березка. Это обманчивое мнение, что столько много детей хотят попасть в детский оздоровительный лагерь Березка, в наш лагерь Березка. Дело в том, что, да, действительно, на начало, когда мы начинаем собирать заявления, заявления родители пишут на имя директора и отдают в то образовательное учреждение, где обучается ребенок. Далее они потом уже общую заявку отправляют нам, и мы начинаем с ней работать. Ну вот где-то в прошлом году было в пределах двухсот заявлений, но когда начинает лагерь функционировать, у нас, ну, иногда даже возникают проблемы, вот чтобы было сто шестьдесят человек. То есть мы всегда ставим перед собой задачу, чтобы если ребенок по какой-то причине выбыл из лагеря, мы сразу же делаем замену. Приоритеты, конечно, мы отдаем детям, это которые находятся в социально опасном положении, у которых трудная жизненная ситуация, это дети опекаемые, дети, которые состоят на учете в детской комнате у нас, ну или в КДН. Вот, поэтому, то есть никто не остается в стороне, все желающие в основном, они попадают. Я еще вот не сказала, у нас в этом году вот так крайно обозначил цену путевки, то есть если в прошлом году она была 16 666 рублей, то в этом году она у нас 24 633 рубля, по-моему, где-то может быть немножечко. Но хочу сказать, что поскольку мы деньги вот заложены у нас в районной программе, если 30% от путевки обычно платят родители, в прошлом году она составляла где-то 4900, но в этом году мы вот пока тоже не хотим менять стоимость оплаты родительской, чтобы тоже была сохранилась на уровне прошлого года, потому что иначе вообще очень большая будет оплата за счет родителей. То есть нужно сохранить собираемость их средств на путевке также. Да, да. В Пинчуге недавно прошла научно-исследовательская конференция. Какие в этом году ребята совершили открытия, есть ли какие-то прорывные идеи? Ну, наверное, прежде чем говорить о прорывных идеях, мне вообще хотелось бы сказать то, что в районе у нас в целом, наверное, ну, вы знаете про это, потому что вы часто делаете, тоже бываете, снимаете эти. У нас уделяется достаточно большое внимание и со стороны главы района Александра Владимировича Бахтина, и со стороны районного совета депутатов талантливым и одаренным детям. Действительно, вот просто большое внимание. Вот если говорить о талантливых и одаренных наших ребятах, то я бы рассматривала их привлечение, их открытия, вот эти вот новые открытия. Это вот как бы с трех позиций. Это спортивная, творческая и вот интеллектуальная. И вот если мы говорим о детях интеллектуальных, мы будем говорить об учебной исследовательской конференции, то, наверное, вот те формы работы, которые мы с ними осуществляем, это как раз вот олимпиады, конференции, предметные недели в школе, ну и так далее, вот в этом направлении. Они дают о себе знать. Сегодня сформирована достаточно большая база, одаренные дети, это краевая база у нас, и все достижения учащихся по школе и по району, они доносятся в эту базу, и составляется рейтинг среди учащихся, то есть это автоматически все происходит. Ну вот сегодня можно посмотреть рейтинг, есть учащиеся у нас, которые достигли рейтинга 70 баллов, там 50, ну вот это вот уже такое вот, ну и ниже. Вот разбежка 70-50 это достаточно хороший результат, но здесь еще зависит много и от самих образовательных учреждений, заносят ли они все достижения ребенка в эту базу, то есть есть школьный уровень и есть районный уровень, ну и далее, соответственно, региональный уровень. Действительно, 3 марта традиционно на базе Пенчуцкой школы прошла у нас учебно-исследовательская конференция. Было представлено 63 работы на суд жюри. Работы были разноплановые, работали различные у нас секции. Ну вот по результатам у нас вышел 21 победитель, 29 человек стали призерами, и 11 работ было рекомендовано на край. Конечно, были интересные работы, вообще хотелось бы отметить, что год от года качество предоставляемых работ растет, ну отличаются. Вот если говорить об интересных работах, я как бы позволю себе тут озвучить просто даже этот список. Просто вот интересно, вот вы видите, прорывная работа. Я вот сама была на секции математики, физики, информатики, где были представлены работы. Табличный процессор Excel для создания интерактивных упражнений, это тоже работа рекомендована на край. Ее представляли Васильева Сабрина Черкашина и Елена, 9 класс, педагог Шиверская школа, педагог Брандукова Любовь Николаевна. Методы отбора корней в тригонометрических уравнениях, Пенькова Анастасия, 10 класс, Багучанская школа, номер 1, педагог Антипина Наталья Ивановна. Тоже работа рекомендована на край, сейчас озвучиваю те работы, которые рекомендованы на край. Создание учебного тренажера в среде объективно ориентированного программирования Воронова Алина и Мамонтов Евгений, 11 класс, Багучанская школа, номер 4, педагог Гвозьевна Александровна. Осторожно, мошенники. Федорова Марина, 10 класс, Чуноярская школа, педагог Екменко, Диана Юрьевна. Ну и еще тоже ряд работ, которые были представлены. Работа сами по себе интересная. Вот порой просто удивляешься, на что способны наши дети. И ведь они представляют работу не просто так автоматически, они понимают, о чем они говорят. Они рекомендуют, вот когда я смотрела создание учебного тренажера, ребята просто с таким увлечением, чуть ли не одновременно говорили о том, какой коэффициент полезного действия принесет этот тренажер. Поэтому прорывные идеи есть, ребята у нас довольно-таки достойные. Ну, наверное, вот и недаром много делается на уровне, тоже еще повторюсь, района для поддержки вот этих одаренных, талантливых детей. Ну вот оценивая их результативность, мы с вами знаем, что у нас такие есть постоянные мероприятия, как стипендия главы района. Вот в этом году ее будут получать 18 человек, ну это и студенты, и учащиеся. 70 человек ежегодно бывают на приеме главы района, 150 человек у нас присутствуют на елке главы. В этом году, учебном году я имею в виду, 4 человека у нас по рейтингу, по базе «Отдаренные дети» посетили елку президента. И 10 человек, по-моему, даже больше, елку губернатора. Вот поэтому нашим детям, то есть в районе, создаются все условия для реализации своих возможностей. Вот в связи с этим, ко всем условиям, наверное, думаю, стоит отнести материально-техническую базу. Ведь без базы, без базы какой-то на месте обучения, наверное, сложно сделать какой-то хороший, интересный проект. Как сейчас дела обстоят в школах именно с обеспечением материалами, технологиями? Вы знаете, сегодня, в общем-то, в школах, считаю, достаточно хорошая материально-техническая база. То есть это интерактивные доски, это подключение интернета, это компьютерные, это ноутбуки. Но самый главный, наверное, ресурс, о котором, может быть, стоит говорить, это наши уважаемые учителя. Наверное, вот именно, совершая такой подвиг, их воспитанники достигают таких результатов. Потому что без них просто никуда. Поэтому, наверное, слова просто особой благодарности всем тем, кто, помимо своего личного времени, уделяет достаточно много времени ребятам, которые занимаются исследовательской деятельностью, проектной деятельностью. Потому что это очень большая работа. Ну и напоследок вопрос, что еще изменилось в образовательном процессе за последний год? Вы знаете, если говорить, что изменилось в образовательном процессе, просто я хотела отметить, наверное, вот такую, ну что ли, одну составляющую образовательного процесса, без нее просто никуда. Ну, начнем с того, что вы знаете, что в сентябре у нас открылся новый детский сад в поселке Ангарском на 190-е место. Это великолепная база сегодня для обучения и для проведения различных методических семинаров. В этом же учебном году у нас произошла смена автобуса для подвоза обучающихся из корабла в Таюжницкую школу номер 20. Далее у нас стабильно стала работать психолого-медико-педагогическая комиссия, я бы сказала, тоже достижение некое наше. Мы ввели электронные журналы во всех образовательных учреждениях. Мы открыли в этом году, в декабре, состоялось открытие информационно-библиотечного центра на базе первой школы. Мы в этом году открыли два коррекционных класса на базе первой школы, все теперь дети богучан обучаются в данной школе. У нас две школы, Говорковская, Хребтовская, Октябрьская, они задействованы в проекте, в федеральной программе. Ну и, наверное, вот еще одно большое достижение, но, наверное, не столько наше, а в целом, может быть, в районе, тоже вот слова благодарности администрации района, то, что наши учителя получат квартиры. Вот это для того, чтобы сохранить кадры, а у нас кадровая проблема довольно-таки большая, я думаю, что вот те молодые специалисты, которые к нам приехали, они останутся у нас, они поймут, что вот наш район, это достаточно перспективный район, и позовут еще в наш район своих товарищей, чтобы тогда у нас кадровая проблема будет полностью закрыта. Ну, я хочу на этой хорошей ночи закончить наш разговор. Спасибо вам, Лена Александровна, за ваши ответы. Всего доброго, до свидания.